Сегодня без них трудно представить нашу жизнь. Волонтеры. Они помогают тем, кто в этом нуждается. Они всегда на передовой городской жизни. Первые на субботниках, первые на праздниках. Более двух тысяч жителей самого южного города Югры – добровольцы. Их возрастная категория от пяти лет и до восьмидесяти плюс. Каждый год они организуют и проводят порядка двухсот акций, бескорыстно даря свое время и умение землякам и родному городу. В их числе и глава муниципалитета Тимур Закирзианов. В 2019-м он официально получил звание волонтер и с тех пор участник большинства проектов. Считает, что в плотном графике всегда можно найти время для доброго дела. Когда я вижу вот это огромное количество лиц, улыбающихся, довольных, воодушевленных, очень хочется примкнуть к этой команде, стать маленькой частицей вот этого огромного сообщества. Вы знаете, на мой взгляд, это вот такая большая уральская искренность. Все, что здесь происходит, это от души. Добровольчество многогранно. Одно из самых массовых направлений – это волонтеры Победы. Большое внимание они уделяют старшему поколению. Волонтерский корпус, волонтеры Победы города Ураль, джаз-то, цветы и витамины. Лангипасские волонтеры Победы – частые гости в городской общественной организации «Ветеран». Это вы научили нам всех жить красиво. И от нас вам теперь большое спасибо. Благодарность примите наш низкий поклон. Волонтеры Победы ветеранов навещают с подарками, презентами, добрыми словами. Это общение – многолетняя традиция. У меня есть свои бабушки, дедушки. И я чту память пожилых. Потому что без взрослых, без бабушек, без дедушек не было бы нас. И все было бы совсем по-другому. Я чту пожилых людей. Сейчас на путь волонтерства встают с раннего детства Ярослава Афанасьева. С 8 лет в рядах помогаторов. Такое направление добровольчества есть в Когалыме и уже пользуется популярностью. В прошлом году я решила, что будет интересно попробовать волонтерство, так как у нее воспитательница – волонтер. И я хотела от нее попробовать записаться. И сейчас уже как год хожу на волонтерство. Ярослава совместно с единомышленниками помогает беречь экологию. В свои 9 уже успела стать лучшим добровольцем среди школьников. Такую инициативу поддерживают родители и еще порядка 500 голымчан-волонтеров. Ярослава у нас самый юный волонтер. Она активно принимает участие практически во всех мероприятиях, всех акциях. Что радует, она чаще всего приходит со своей мамой. И они вместе делают добрые дела. Это очень здорово. День добровольцев в Покачах отметили недели добра. Одна из самых активных волонтеров в городе Эльза Марагина организовала в Центре для людей с особенностями подготовку поздравлений землякам. На призыв откликнулись охотно. Писали незнакомым людям, но с душевным теплом. Какого-то человека. Ему будет приятно. Эльза Марагина, работая с особенными людьми, знает, как важно делать добро. Волонтерство для нее – это стиль жизни. Это просто жизнь. Вот мы живем этим и все. Вот приходят ребята. Хочется, чтобы они приняли участие именно в написании открытки, потому что эта открытка кого-то порадует, допустим, через несколько дней. И ребятам интересно все это написать. Интересно? Все. И они это понимают, что они сейчас сделали доброе дело, кому-то частичку своей души подарили. Сделать мир лучше, светлее, ярче – это не работа, а призвание и состояние души. Волонтеры не носят плащи, лишь иногда форменные куртки. Они готовы прийти на помощь каждому и просто день ото дня приносить в нашу жизнь добро. Елена Шамшаева при содействии коллег «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова